Представьте себе, у нас есть квадрат, внутри которого в центре нарисован другой квадрат, вот так вот в сторону продолжения. Вопрос очень простой. Сколько квадратов уже нарисовано на... Пожалуйста, ответ 10. 10. Совершенно верно. Ответ действительно 10. Давайте объясню почему. Значит, смотрите, есть 4 квадрата, которые расположены по углам. Есть квадрат, расположенный в центре. Вот такой маленький центральный квадрат. Это 1. Есть квадрат самый большой. Казалось бы, получается всего лишь 6. Но, есть еще вот такой квадрат. И он, разумеется, не один. Потому что можно повернуть всю эту картинку, и он перейдет вот в такой. А можно еще раз повернуть, и он перейдет вот в такой. И еще раз повернуть, перейдет в такой. То есть, одним образом, есть еще 4 таких больших квадрата. Всего получается 10. 322 задача. Нарисуйте 3 конкурентных треугольника, из которых можно составить треугольник. Которые совпадают при наложении. То есть, одинаковые и по форме, и по площади. То есть, из трех одинаковых треугольных плиток требуется составить некоторый треугольник. Фантастик. Под одинаковыми углами, по 120 градусам, откладываем 3 отрезка и соединяем их концы. Конечно, 120. Здесь 120. Получились у нас 3 одинаковых треугольника. Задача решена. Сколько треугольников изображено на таком рисунке? Ребята, здесь уже такая история. Надо, конечно, обозначить вершины буквами. Но точек уже довольно много. Скажем, если вот это у меня будет x, y, z. Если вот это у меня будут точки k, l и f. То, смотрите, треугольников уже достаточно много. И поэтому главное не запутаться. Главное перечислять их некоторым систематическим образом. Ну, давайте. Кто скажет такой самый простой треугольник? Треугольник первый. Первый. А, б, c, конечно. А, б, c есть. Весь большой треугольник. Еще. К, л, м. К, л, м. Совершенно верно. Это тоже уникальные объекты. К, л, м. 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 Ну что, вполне замечательный треугольник. Секунду, секунду. Я не могу так быстро. Давайте действительно возьмем треугольник x, б, м. Ну, вот здесь сразу возникает такая проблема. Кроме этого треугольника, у нас есть треугольники, которые получаются из него поворотом вокруг центра всей этой конструкции. Объясняю. Треугольник x, b, m мы можем повернуть, и тогда точка x перейдет в точку y, точка b перейдет в точку c, а точка m перейдет в точку k. Что, значит, у нас получается? Значит, еще раз, x в y, я пишу y, b при повороте на 120 градусов по часовой сделке переходит в точку c, и m при этом повороте переходит в точку a. Но можно еще раз повернуть. Тогда y перейдет в z, c перейдет в a, и точка k перейдет в точку l. Вот таким образом, когда вы мне указали один треугольник x, b, m, я сразу выписываю не один, а три треугольника. Так, называйте следующий. А, b, z. А что, годится? Треугольник a, b, z. Вращаю по часовой стрелке. Получается b, z, x. И еще раз треугольник b, z, x вращаю. Получаю c, а, y. c, а, y. Давай. x, k, a. x, k, a. Только это не a, это a. Итак, треугольник вот такой вот, совсем маленький. a, k, x. Очень хорошо. a, k, x. b, y. Совершенно верно. b, y. И c, m, z. Так, а, x, c. А, x, c. g, z, a, b, y. Сейчас. a, x, c. Вот такого... Ну, давайте смотреть. А где? Не было. А я не вижу. Итак, a, c, x. Дело в том, что у нас раньше был, вот здесь вот был треугольник a, c, y. Это немножко другое. a, c, x. Пишу. a, c, x. Поворачиваю этот треугольник. a, b, y. Получаю не а, а получаю b. Нужно дисциплину соблюдать. Если я договорился с вами, что при повороте а переходит в b, то я всегда после а пишу b. Дальше, c при повороте переходит в а. Значит, вот, x при повороте переходит в y. Значит, я пишу так. Теперь, точка b при повороте переходит в c, а переходит в b, y в z. Отлично. Мы уже, заметьте, 4 серии выписали треугольников. Нет ли еще какой-нибудь серии? Да. a, c, c. a, не слышу. a, c, c. k, c. b. Давайте смотреть. a, я не вижу. b, c. Внизу в сален. Здесь? Внизу в сален. a, c, x. А. Не то. А нам сейчас говорят о треугольнике a, c, k. Нет. Есть такой треугольник? Нет. Нет такого треугольника. Отлично. a, c, k. а теперь прокручиваем, что там у нас будет. a, b, l. Правильно? a, b, l. b, l. b, l. Не, 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 это не a, b, конечно, а, c, это будет b, a. Для красоты я так пишу. b, a, l. c, b, 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 l. Очень хорошо. Да? b, x, m. Так, b, x, m. b. Нет. Давайте смотреть. b, x, m. b, x, m. Вот такой треугольник. Да? z, m, s. s у нас нет. z, m, c. z, m, c. Да, треугольник z, m, c. Вот он, z, m, c. То есть это тоже нету грузов. b, l, a. Отлично. Это треугольник b, l, a. Давайте мы посмотрим. Вот он. Еще. Я боюсь, что у вас есть внутреннее чувство, что вдруг мы не все треугольники нарисовали. Давайте сделаем так. Я попытаюсь на рисунке показать вам те самые серии треугольников, которые мы построили. Итак, первая серия. x, b, m. Что это у нас за треугольник? Вот он такой. Согласны? Да. Дальше. Дальше. Вторая серия. Так, может быть, у меня не очень ровно получается. Но извините, я трогаюсь. Так, вторая серия вот эта. А, b, z. Это вот такой вот треугольник. Он довольно большой. Да. Следующая серия. А, k, x. Это совсем малюшенький. Так, так, так. А, k, x. Это вот такой вот треугольник третьей серии. Теперь, а, c, x. Давайте я его сюда нарисую. А, c, x. У нас треугольник, который прилегает к стороне. Вот смотрите. А, c, x. Он, значит, прилегает к нижней стороне. И вот так вот и строится. А, c, x. Отлично. И, наконец, последний треугольник. А, c, k. Он немножко, чуть-чуть меньше, чем тот, с которым мы встречаемся. Да, 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 да. Вот такой вот треугольник, а, c, k. А теперь смотрите на эти рисунки и думайте. Все возможные варианты мы перебрали. Или же есть какая-то серия, заметьте, серия. То есть, если мы не заметили треугольник, то не заметили мы сразу три. Потому что из любого треугольника можно поворотом сделать еще два, и всего будет три. В серии. B, Z, C. B, Z, C. Это треугольник, прилегающий к стороне. Вот он есть. B, Z, C. Да? B, L, Y. B, L, Y. У нас уже был. Б, не, пожалуйста. Это вот этот вот треугольник маленький такой. А это то же самое, что этот. То же самое, что этот. B, L, Y. Вот он у нас на серии. Да, пожалуйста. Y, K, C. Y, K, C. Вот такой замечательный треугольник. Давайте посмотрим, где. Y, K, C. Вот она, эта серия таких треугольников. Победил? Все. Все. Сколько? Пять серий по три штуки. И еще два. Семнадцать. Семнадцать. Теперь задача на ту же самую тему. Нарисован правильный пятиугольник, в котором проведены диагонали. И спрашивают, сколько треугольников всего изображено на этом рисунке. Значит, ребята, решается она абсолютно так же. Ответ? Пятнадцать. Ответ не имею. Их там гораздо больше. Пятнадцать. И посмотрите, в чем идея. Правильный пятиугольник выдерживает поворот вокруг своего центра на пятую часть от трехсот шестидесяти градусов. То есть на семьдесят два градуса. Ну и, естественно, если два раз повернуть, он тоже придет сам в себя. Поэтому давайте сделаем так. Я вам рисую много этих самых правильных пятиугольников. В каждом из них, разумеется, провожу диагонали. Что не очень ровно получается, извините. Сами все правильные постарайтесь, пожалуйста, рисовать лучше, чем я здесь тороплюсь. И мы должны так же, как уже делали предыдущие задачи, нарисовать серии. Давайте я покажу идею, как это делается. Посмотрите. Вот я сейчас заштриховал два треугольника. И понятно, что наряду с этим есть еще второй, третий, четвертый и пятый. То есть одна картинка показывает пять треугольников. То же самое. Я мог взять не эту решенную, а эту, и тогда был бы такой треугольник. Мог бы взять эту, и был бы такой треугольник. Это тоже пять разных треугольников. Ну вот. А мы будем буквами? Буквами не хочу. Здесь точек слишком много. Так что проще нарисовать... Давайте проще нарисовать сами пятиугольники, чем буквами. Просто иначе мы запутываем. Сможно было кричать и буквами. Не хочу. Не обязательно все время действовать. Стереотипно. Спасибо. Спасибо. Требуется заштриковать треугольники. Я уже сделал в качестве образца два треугольника. Требуется показать еще. И узнать, сколько же всего будет разных серий. А заметьте, идея поворота в несколько, а именно в пять раз сокращает работу. Давайте мне показываете треугольник. Очень хорошо. Треугольник, привыкающий к стороне. Дальше. Я-то думал, что вы все серии мне покажете. Да. Нет. Вот такой уже был. Вот он и был. Пожалуйста. То есть, вот такой. Очень хорошо. Давай. Нет. Это уже был. Нет. А это хорошая мысль, действительно, такого треугольника еще не было. Спасибо. Уже был. Чему он вам так понравился? Не надо рисовать, надо показывать палец. Вы же видели, как все это делают? Такой? А почему не был? Нет. Это совершенно верно. Молодец. Когда такой треугольник, посмотрите, он при повороте будет вот так. Согласны? А здесь нам показали наоборот. Речь идет о таком треугольнике. То есть, смотрите, на этой стороне можно нарисовать треугольник более перекошенный вверх, а можно треугольник более расположенный вниз. Действительно, разные вещи. Еще. Давайте я нарисую еще пятиугольник. И прошу вас указать еще... Пожалуйста. Этот только что нарисовали. Треугольник при повороте переходит к источнике. Еще. Какой? То есть, вы хотите привыкающий к стране. Но у нас тут такой тип треугольников уже был. Ладно, ребята, не нужно вас обманывать. На самом деле нет таких треугольников. И это не так уж и сложно объяснить. Дело в том, что какой треугольник не возьми. У него обязательно есть или сторона этого внешнего треугольника, или угол, или хотя бы одна вершина. В общем, легко перебором понять, что других нет. Я не буду сейчас на это делать время. Но мы... Ответ 35. Все 7 разных серий мы нарисовали. Во всяком случае, должны были нарисовать. Так что давайте делать. Следующая задача тоже очень симпатичная. Взяли шахматную доску и отметили на ней поля А1, B2, C3 и D4. Соответственно, цифрами 1, 2, 3 и 4. Разрежьте доску на 4 конкурентные части, чтобы на одной из них была бы цифра 1, на другой 2, на третьей, на тройкой, на четвертой и четвертой. Сейчас покажу. Значит, вот здесь вот расположены цифры 1, 2, 3 и 4. Надо разрезать доску на 4 одинаковые по форме и по площади части. Пожалуйста. А эти части повернуты могут быть? Да, конечно. Но не перевернуты? Конечно. Ну, задачи не требуются. Но на самом деле они будут получаться одна и с другой поворотом. Подсказка. Одна часть должна переходить в другую при повороте на 90 градусов. То есть, посмотрите, какая идея. Ставим в центре доски точку центра поворота, фиксируем. И дальше при повороте давайте договоримся, что единица будет переходить в двойку, двойка в тройку, тройка в четверку, а четверка в единицу. То есть, вот у вас здесь есть цифры 1, 2, 3, 4? А здесь по диагонали пойдут 2, 3, 4, 1. А еще раз повернешь, будет уже 3, 4, 1, 2. А еще раз повернешь, получишь 4, 1, 2 и 3. И вот после того, как мы это сделали, уже надо придумать какую-то фигуру, которая естественным образом внутри себя будет содержать единички. И повернутая такая фигура внутри себя будет содержать двойки и так далее. И так далее. Ребята, заметьте, насколько двойка моего изготовления отличается. Нет, я все рассказал, но решение нужно показать до конца, поэтому надо все-таки все запомнить. И, наконец, четверки. Ну что, отлично. Получается такая спиралька. Получается такая вот, я не знаю, как это объяснить, но что-то такое. Вот эти вот двойки, вот так идут тройки. В общем, лучше всего, если каждый просто цветными кандашами это нарисует и посмотрит, потому что здесь это сложно объяснять, а гораздо проще действительно взять и нарисовать. Следующая задача, удивительно красивая. Причем, ребят, я на предыдущем кружке даже попросил при помощи ножниц из бумаги вырезать. Вырезали, смотрели, и были те, кто перекладывает, перекладывает, и все равно не делает. Настолько эта штука неожиданная. Итак, задача. Взяли квадрат размером 8 на 8 и отрезали у него две клетки, сделав из них ножки. А именно, вот эту вот клетку вырезали и ее приставили сюда в виде ножки. И то же самое, вот эту вот клетку вырезали и поставили сюда как ножки. Задача. Разрежьте вот такую фигуру, полученную, на две части и сложите из них квадрат. На три части разрезать очень легко. Для этого достаточно отрезать эти ножки и вернуть их на законные места. А вот на две части гораздо сложнее. Для тех, кто попытается вырезать вот здесь вот такой же контур и после этого вот эту штуку вставлять сюда, я сразу скажу. Вырезать это, конечно, можете. Здесь такой же контур, тариф этот симметрично. И сюда поставить можно. Только там у нас образуется неровный край. Нужно, чтобы сразу во всех местах край стал ровным. По диагонали резать можно, но в этой задаче бесполезно. Ребята, в этой задаче идея поворота на 90 градусов. Нужно так нарисовать, так сделать, чтобы... Давайте я сделаю так. У вас действительно там в астрале правильное решение, но для того, чтобы все его поняли, давайте я сделаю так. Я нарисую квадрат 8 на 8, и вы, пожалуйста, в нем какими-то там лестиками или как-то отметьте клетки той фигуры, как она будет располагаться после поворота, когда у нас получится квадрат 8 на 8. И ту же самую фигуру отметьте здесь. То есть, два положения. Повернутая и неповернутая. Пожалуйста. Так, пожалуйста, без комментариев быстро отметьте фигуру. Крестите. То есть, везде одинаковые крестите. Нажал. Во всех клетках этой фигуры. Расставьте. И на левом, и на правом чипсажайте. Нет. Во всех клетках фигуры. И крестите они. Это не крестик. И вот этот крестик. Я отворюсь за их правами. И это не очень крестик. Замечательно. Все, крестик. Просто там то же самое. Смотрим, что здесь. Значит, имеется фигура. Давайте я сейчас ее стараюсь нарисовать так пожирнее. И она же повернутая на 90 градусов. Давайте смотреть, действительно ли она повернута. Вот здесь, вот видите, две клетки, да, отсутствуют. И здесь отсутствуют две клетки. То есть, если вот это обозначить B, это обозначить A, это C, а вот это D, то где что будет? Это у меня будет A, B, это будет C, это D. Понимаете идея? Да, да. Вот так вот. Я не переверну, а повернутая. Поворачиваю на 90 градусов. И у меня вот эта вот полоска из шести клеток встает вертикально. Здесь тоже нужна полоска из шести клеток. К ней здесь стояла полоска из пяти клеток. Вот она здесь и будет стоять. Так, Руспа, у кого сейчас есть ножницы? Только для того, чтобы было удобно держаться, надо вот здесь взять один сантиметр. Ладно? Берете лист бумаги в клеточку, рисуете эту картину. Ну, лучше это, конечно, 8 сантиметров на 8 сантиметров. Ножницами вырезаете. И после этого просто по рядам эту картинку пустим, чтобы... Да, 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 вот прямо у вас можно вырезать. Отлично. У вас все идеально нарисовано. Прямо берете и ножницами вырезаете по контуру. Так, давайте я на камеру покажу только ваш рисунок перед тем, как вы вырезали. Так, нормально? Можно поближе немножко? Можно и поближе. Вот так сейчас сделаем вот. Попали? Да. Все, да? Монетка лежит неподвижно, а другая такая же монета катится вокруг нее. Сколько раз подвижная монета обернется вокруг своего центра, прежде чем она вернется в исходное положение. Нужны сейчас две петероглевые монеты. Давайте, давайте. Вот сюда, сюда надо, чтобы все было видно. Значит, смотри. Вот здесь вот она лежит. Ее надо крепко-крепко прижать. После этого... Так, только, пожалуйста, пальцы, ну, чтобы было видно. Катишь, чтобы движение осуществлялось без проскальзывания. Медленно, осторожно, чтобы в точности происходило движение без проскальзывания. Ну, давайте, ну, давайте лучше не надо спорить, а надо взять монетку и прокатить. В два раза. Так, получается? А, замечательно, сделала половину оборота, а та, которая катилась, сделала полный оборот, да? А, пятерка была ведь так же расположена. Отлично, ну, давайте все-таки уж вторую половину для красоты. Получилось? Да. Ответ в оборот. Ну, даже если вы это видели, что называется, в фильме, лучше это сделать самому. Все, Игорь, садитесь, спасибо. Лучше это все сделать самому.